первое место получают вот эти грибочки которые спрятались в пеньке представляете как можно было там расти вот там растет два грибочка это не так спрятали шеек уже не срежешь не подрежешь не достанешь поэтому пускай растут мы их отпускаем на волю и идем последующие так хочу показать вот не очень далеко мы ускакали от того пенечка там где спрятались два гриба и вот я нашел еще два таких небольших грибочка которые после оттепели было оттепель у нас и приморозило потом было немножечко оттепель и вот упал вот такие грибочки мелкие полезли скорее всего они не успеют вырасти в полноценную семью так как обещают морозы в скором времени на этой неделе поэтому я думаю можно уже срезать эти грибочка паковать мы с них что-то придумаем наверно пожарим их я думаю полезли полезли до семейства но они я повторюсь уже не вырастут вот вот семья есть вот семья тут если обойти вокруг посмотреть все так плотно обросло разгребу чтобы видно было вот все плотненько обросло и здесь есть вот семейство все все эти мелкие грибочки сейчас по вырезаю вот здесь немногочисленные семьи мелкие не подойдут чтобы их пожарить они молоденькие будут нежные нежные грибочки хорошие такие вот какие красивенькие симпатичные тем более 5 декабря до найти такие грибы это не такая удача удача обрезаем вот здесь результате что мы имеем после среза вот такое богатство мелкие но немножко есть все собираем их идем следующие срезать мелкие которые попрятались все-таки видите грибы есть хоть и небольшом количестве мелкие молоденькие вкусные зато пошли еще я вижу поваленные деревья там наверняка есть грибочки я думаю что есть и сейчас мы найдем тут грибочки смотрим внимательно есть мелкие до мелкие мелкие маленькие есть и тут будем срезать что делать оставлять мы не будем уже в этом году они уже просто напросто не вырастут очень много здесь вот таких мелких мелких грибочков я срежу которая семья побольше слишком уже меленькие резать тоже не буду смысла от них нет итак поехали резать вот это семейство я режу маленькая а вот эти мелочь всякую трогать даже не буду включаем режим торсана и лезем доставать вот удалось срезать такое семейство не очень большое но просто всем лень было к нему лезть а я запрыгнул и взял грибочка как бы и нету но они все-таки есть вот например в этом пенечке вот там обязательно есть грибы а нам пошли посмотрим так вот тут обходим и что мы видим видим да действительно грибочки есть небольшое такое семейство вот и вот это мы подрезаем все это нам надо вот и вот молоденькие красивенькие все как я люблю тут еще вот тут малюточки есть вообще такие принципе все на этом пеньке больше нету так бродим уже где-то минут десять примерно все попадаются мелкие крупных естественно нету только вот такие вот мелочь такая пузатая но все равно будем срезать все такие грибочки очень мелкие но тут стопроцентно все идет на сковородку ничего выбрасывать не будем даже обрезать тут нечего тут все маленькая молоденькая красивенькая все пойдет в пищу с картошечкой пожарим либо замаринуем это будет очень вкусно вот такие мелочь такая но все нам подходит дождь идет уже конечно по листьям вот со снегом вот так вот еще есть нос практически вырвал из корнем вот такое семейство помоем постираем о молоденькие красивые отличные такие грибочки да вот такие бы побольше так вот еще тут хочу показать и грибочки кстати вы очень часто в комментариях меня спрашиваете на каких деревьях растут грибы вешенки значит смотрите грибы вешенки у нас растут на дубах на осинах на клене ну преимущественно я их почему-то нахожу на дубах это вешенка темная которая черная называется дубовая вешенка есть серая вешенка есть дубовая от это вот это дубовая почему-то но на дубах и растет вот а посадка у нас я же говорю осина клен и дубы вот так получается это маленькую еще оставим потому что я думаю будет оттепель скорее всего может морозом не он не накроет потом будет здесь семейство через недельку-две я соберу опять приеду итак мы скоропостижно пробежались по лесополосе и на собрали вот такое количество вешенки пробежались мы буквально где-то минут за двадцать может где-то за полчаса не более то есть этого времени достаточно было чтобы пробежать всю посадку грибов практически нет после оттепели полезли вот такие молодые вешенки маленькие вот они нежные хорошие такие молоденькие то есть стопроцентно пойдет все либо в жарку либо в маринад все это я думаю вы увидите скорее всего на канале если мне не будет не лень еще попутно я увидел пару семей фламмулины зимний опенок тоже лезет ну совсем мелкий еще маленький то есть совсем недавно были морозы все примерзла а теперь вот оттепель плюс 8 градусов повторюсь и все опять начало лезть вот такое количество насобирали сейчас я взвешу и мы увидим точное значение на контре сколько здесь грибочков нам удалось собрать за полчаса так значит 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 использовать буду такой контр электронной грибочки эти включаем canter смотрим всего значение 0 все по нулям нам удалось собрать килограмм грибов 925 грамм вот видно хорошо килограмм грибов за полчаса я думаю это нормально более что они все молоденькие такие хорошенькие все сейчас мы нажарим картошечку с грибочками и все покушаем поужинаем сегодня хорошо этим грибами все поехали домой заключительное слово значит коротко о погоде 5 декабря плюс 8 градусов капает мелкий дождик морозов пока не предвидится по лесополосе раскидано очень много мелких таких грибов как вешенка и фламмулина зимний опенок зимний опенок и не собирал он очень мелкий только-только вылазит буквально значит две шин очки посрезал те семейки которые возможно будут морозы на этой неделе не все равно подмерзнут но если не подмерзнут то я думаю через недельки 2 скорее всего так полторы две недельки можно приехать и нарезать достаточное количество такое неплохое как я резал осенью по 10 по 12 килограмм грибов можно будет сделать еще один срез это конечно в том году такого не было я в том году вообще два раза выехал и все в этом году я уже был три раза вот это четвертый раз мне удалось один килограмм только нашибать ну пока мелких много срезанных грибов смотрю то есть передо мной тоже грибники скорее всего пробежались тут уже то что покрупнее посрезали то что мельче оставили с надеждой на то что будет тепло солнце лето и верблюды но я думаю этого всего не будет потому что скоро новый год через три недели и уже пора готовиться к новым году вряд ли я сюда поеду уже в этом году все значит до скорых встреч как всегда как обычно подписываемся на мой каналчик комментируем видео я очень не очень интересно ваше мнение я буду отвечать и вы тоже не стесняйтесь задавайте какие-то вопросы то что знаю я отвечу а